Музыка Положительно отношусь к брачному контракту. У нас с мужем раздельный режим собственности заключен. Вот, как бы, есть ситуации, в которых, наверное, без него никак. Вроде хочется сказать, что нет, но всякое в жизни может быть. И, не знаю, как-то двойственно. Наверное, в нынешних реалиях, когда мы много слышим о том, что происходит у некоторых, наверное, да. Но там прописывать определенные пункты уже, исходя из каких-то собственных предпочтений, чтобы было всем комфортно. Я думаю, нужно. Чтобы при разводе потом не возникло вопросов, кто кому что должен. То есть сразу проговорить это, сразу прописать. Я считаю, что его не нужно заключать. Там, где есть любовь, никакого контракта быть не может. Нет. Мы женаты без контракта, и я бы, наверное, не подписала. Если отношения завязываются на взаимном понимании и взаимных чувствах, то здесь никакие документы юридически подкреплять не нужно. Тут и так понятно, все, без слов, без лишних слов. Когда они равны браке, я думаю, что он выгоден для той страны, которая что-то имеет. А вот если мы с мужем поженились, когда были молодые, ничего не имели, так он нам и не нужен был. Ну, в общем-то, прожили счастливые браки. Нет, не нужно заключать брачный контракт. Ну, потому что семья должна быть. Все обоюдно, без всяких контрактов, без всего. С любовью. Если люди считают, что им это нужно, они вправе это делать. У нас с женой нет брачного контракта. Как-то обходимся. Каждый для себя сам делает этот выбор. Я бы не стала заключать, потому что отношения должны строиться на доверии.